С 3 июня в шести школах Каспийска функционируют лагеря для учеников с 1 по 8 классы. Время пребывания детей составляет порядка пяти часов, а также имеется двухразовое питание. Руководители и вожатые делают все, чтобы каникулы детей сделать максимально комфортными и полезными. Сегодня у нас по программе были занятия мастер-классы, мастер-класс по футболу, мастер-классы в младшем звене – это изготовление ладошек, бабочек, мастер-класс был, конкурс рисунков в среднем звене и музыкальные паузы были в старших отрядах. С самого утра ребят ждут зарядка, утренняя линейка, игры, прогулки, занятия по интересам, а также оздоровительные процедуры. Каждый день для детей проходят разнообразные мероприятия. Накануне в школе номер 9 состоялась встреча под названием «Культура и традиции народов мира и Дагестана». Очень масштабное мероприятие было, включая гостей. Исполняли песни разных народов. У нас есть победитель республиканского конкурса, ученик третьего класса Абдулабеков Курбанбек. Он представил свою исследовательскую работу, показали презентацию, он выступил перед детьми. Но это как бы получается стремление получить знания, знать и не забывать свои культуры и традиции. Работа в лагерях проходит по 14 модулям. ЗОЖ, самоуправление, работа с вожатами, родителями, профориентация и многое другое. Помимо этого проводится воспитательная работа патриотической направленности, социальной и гуманитарно-эстетической. Как отмечают руководители лагерей, детям нравится проводить время в кругу своих сверстников. А родители рады, что дети проводят полдня без гаджетов. Честно говоря, родители в группах девочки пишут, что очень довольны. В основном, в третьей, четвертой классе, когда дети тянутся к телефонам. У нас вожатые, если мы зайдем в среднюю группу, вы увидите на столах расположены телефоны. Дети, проходя в лагерь, сдают телефоны, чтобы во время занятия в лагере они не находились в телефоне. И вначале дети как-то не хотели это. Как-то они, ой, нет, я не хочу без телефона, что я буду делать? А потом дети привыкают к этому и сами, приходя в кабинет, кладут телефон на аппарту и спокойно выполняют мастер-класс. Они даже очень нравятся. Дети, проходя, уже сразу задают вопрос, а что у нас сегодня, что мы запланировали, какие у нас были экскурсии, пожарную часть в кинотеатр, Москва, мы в музеи ходили. И детям это очень нравится. Даже вот родители есть такие, которые хотели отвезти детей к бабушке, дедушке, в село. Нет, говорят, мы хотим в лагерь. Здесь очень интересно, мы хотим в лагере побыть. Пришкольные лагеря расположены в средних учебных заведениях номер 5, 12, 14, 15, 4 и 9. Смена в них проходит с 3 по 28 июня. В июле лагерь гимназии номер 11 будет функционировать во вторую смену.